Ребята, всем огромный привет! Меня зовут Фил. Вы знаете, какие смартфоны больше всего покупают в России? Какая ценовая категория самая продаваемая? Думаете, это Huawei, Samsung и iPhone? Нет. До 10 тысяч рублей. Именно такая ценовая категория является самой продаваемой. Если там наверху борются одни бренды, то внизу борются совершенно другие. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Сегодня выявляем плюсы и минусы смартфона до 10 тысяч рублей. Он стоит даже восьмерочку. 7,99. Это Tetsno Power 2. Годный или нет? Узнаем. Погнали! Интересно, что когда мы говорим о смартфонах до 10 тысяч рублей, приоритеты меняются. И, например, камера отходит на вторую сторону. В первую очередь у нас появляется там, как смартфон выглядит, да? Зашквар или нет? Насколько он долго работает? Ну, в принципе, экран и все остальное. А дальше интересная история. Чем бренд больше и круче, тем маловероятно, что дешевая модель будет хорошая. То есть, да, смартфоны за 50, за 60, за 40, за 30 будут нормальными у Samsung, а смартфон за 10 тысяч рублей будет просто не как у чем. Тут есть Xiaomi, например, да? А также есть, например, Huawei и Honor, недавно появились. А есть также большое количество малознакомых брендов. А что могут предложить эти малознакомые бренды? Вот, например, Tetsno. Tetsno. Не знаю, как правильно произносится. Power 2. 6 дюймов, да? Он визуально, по большому счету, ничем не отличается от смартфона и за 15 тысяч, и за 20 тысяч. Очевидно, что он не претендует на какой-то премиум, но сказать, что он выглядит плохо, это, наверное, неправда. Я попользовался этим смартфоном неделю, и перед тем, как делать вам рассказ о нем, еще почитал разные комментарии и отзывы по поводу него. И в целом, вы знаете, народ-то доволен. То есть, за 8 тысяч рублей ты покупаешь смартфон, который хорошо выглядит, который большой, у которого нормальный экран, у которого слот для двух SIM-карт, а также дополнительный слот для microSD. Здесь 5000 мАч аккумулятор, при том, что смартфон не сильно толстый, 8,5 мм. Задник вроде как металлический. 13-мегапиксельная камера, спереди селфи-камера, еще спереди вспышка. Прикольный набор, мне кажется, прикольный. Еще очень важный момент, касающийся разблокировки. Здесь, во-первых, есть сканер отпечатка пальцев. Вообще, кто бы мог подумать несколько лет назад, что сканер отпечатка пальцев в смартфоне будет в самых недорогих моделях. Это прикольно. Короче, сканер есть, он работает нормально, но есть разблокировка по лицу. Она особенно сильно не работает в темноте, но, в принципе, если посмотреть смартфон, секунда другая, и он разблокируется. Но, как известно, дьявол кроется в деталях. Минусы, а точнее некие нюансы, они, безусловно, присутствуют. Во-первых, здесь не nano-SIM, а micro-SIM, то есть предыдущий вариант. Ну, не сказать, что это проблема, но так или иначе. То есть мне пришлось искать переходничок у себя где-то на закромах. Во-вторых, здесь, ну, понятное дело, не USB Type-C, но это, я бы сказал, не страшно. Здесь не стереозвук, но бог ты с ним. Смартфон громкий. И знаете, как я вообще для себя определяю громкость смартфона? Я когда еду в автомобиле, и когда, ну, по какой-то причине, по Bluetooth не подключился к общей системе, я вот так вот ставлю смартфон на торпеду и слушаю рассказ, например, Стаса, как просто о чем-нибудь там. И вот если я слышу, это хорошо. Если я не слышу, это плохо. Я могу сказать, что, например, Huawei P30 Pro и многие другие смартфоны, большие флагманы, я их практически не слышал. То есть я их слышал, но плохо. А вот этот товарищ, я его слышал хорошо. Здесь встроены достаточно такие странные рингтоны, я бы сказал, детские. Но вы всегда рингтоны, опять же, можете поменять. Скачайте приложение Ringdroid или еще что-то, установите себе рингтон, свою любимую песню, и будет она орать, и все ее будут слышать. Меня, кстати, просили рассказывать, насколько хорошо слышно собеседника. Я могу сказать, что собеседника слышно хорошо. И ты его слышишь хорошо, и когда я разговаривал с людьми, мне никто не сказал, Филипп, слушай, по какому-то телефону ты разговариваешь. Потому что на самом деле, когда тебя плохо слышно, это я знаю, когда, например, по гарнитуре какую-нибудь тестирую гарнитуру, разговариваю, и мне прямо говорят, Филипп, что тебя так ужасно слышно? Вот здесь мне никто ничего не говорил, так что все хорошо. Следующий момент, который очень важен, это всего лишь 16 гигабайт на борту. 16 гигабайт это прямо немного. То есть вам точно, я вам рекомендую сразу же купить себе карточку SD, чтобы вставить ее, чтобы у вас было побольше пространства. Скорее всего, придется не ставить какие-нибудь игры на 1 гигабайт или еще что-то. Но по большому счету, основной набор Instagram, WhatsApp, Snapseed и другие приложения, они сюда встают и тебе хватает. И если вы установите Google Photo, и ваши фотографии, периодические видосы будут сливаться туда в облако, то вообще будет красота. Конечно же, 16 гигабайт это мало, но реально мало. Установить себе карточку microSD, жизнь станет получше. И карточка microSD поддерживается до 128 гигабайт. Еще один момент, это 2 гигабайта оперативной памяти. Если компания Apple со своими 2 гигабайтами в айфонах как-то справлялась, то здесь, конечно же, посложнее. Поэтому тут важный момент в том, что когда у тебя запущено одно большое приложение, и ты хочешь перейти в другое большое приложение, ну, здесь возникают определенные тормоза, да. Поэтому, в принципе, нужно просто привыкнуть к тому, что нужно очищать регулярно память. Я, на самом деле, видел большое количество людей, которые каждый раз после использования какого-нибудь приложения, когда оно ему не нужно, сразу заходят в режимных задачностей и просто его выкидывают из памяти. Естественно, он не летает как iPhone, Pixel или еще какой-то. Но от него это и не требуется. От него требуется работа. И в целом он с ней справляется. Важный, очень важный момент. Здесь нету NFC. Ну, то есть бесконтактная оплата для вас будет невозможна. Сказать, что это проблема? Наверное, нет. Сказать, что это недостаток? Ну, да, небольшой. Конечно же, расплачиваться бесконтактным способом в пятерочке, там еще где-то удобно. Но нет, так нет. По поводу системы. Во-первых, она регулярно обновляется. То есть мне буквально на днях прилетело новое обновление и прямо с новым дизайном, со всеми делами. Здесь стоит некий родной лаунчер под названием HiOS Launcher. Версия 3.0.0 и так далее. Могу сказать, что есть прямо изменения размера иконок, изменения размера стола и так далее. Эти вещи, которым я пользуюсь. Например, в том же самом лаунчере от Meizu, там нельзя поменять ни сетку, ни размер иконок. А здесь это и есть. И это хорошо. Я бы сказал так. Вообще, на самом деле, функционала в этом лаунчере больше, чем достаточно. Потому что прям очень много настроек, очень много каких-то функций. Все это дело можно настраивать, например, настройки жестов. Хотите? То есть можно сделать сдвиг вверх, вниз, двумя пальцами туда-сюда, обратно. Это все можно настроить, чтобы у вас работало. Я бы сказал, что на самом деле этот функционал излишний. Потому что система и так нагружена, в системе и так всего лишь 2 гигабайта оперативной памяти. И вот нагружать еще дополнительными функциями я бы, честно говоря, не стал. Но производитель решил сделать вот так. Вообще, когда ты постоянно пользуешься всякими Mi 9, Galaxy S10 Plus и P30 Pro, достаточно сложно раз в какой-то момент начать пользоваться вот таким смартфоном. Но я могу сказать, что на самом деле через день-другой ты привыкаешь к этой скорости работы. Она просто не сумасшедшая, а она нормальная. И в целом дальше начинаешь существовать. Ну а так как здесь 5000 мАч, вы понимаете, 5000 мАч в корпусе 8,5 мм. Это очень круто. Вот вы знаете, сейчас 17 часов 14 минут, а на телефоне остается 19%. И это 19% не с сегодняшнего утра, понятное дело. Это 19% остались со вчерашнего. То есть второй день использования, полтора дня использования. Я посчитал отзывы, у людей тянет по 3-4 дня. Ну то есть интересно, да? Также здесь есть, конечно же, аудиоразъем. Поддерживаются, по большому счету, все фишки нормального андроида. То есть, ну например, если тебе прилетает сообщение в WhatsApp, ты опускаешь шторочку. И из шторочки отвечаешь. Тот же самый Meizu 16, флагман, о котором я рассказывал буквально несколько недель назад и делал видео. Там нету такой возможности. То есть не, а и на есть, но она не работает. Потому что Meizu ленивые лентяи. Ничего не могут допилить свой софт. Он, кстати, практически не нагревается. Здесь стоит четырехъядерный Mediatek. Скорость 1,3 ГГц. Я бы сказал так, он не сильно напрягается и не сильно нагревается. Безусловно, что в тяжелой игрушке здесь играть не стоит. Но в танке погонять на так себе настройках, бога ради. Пару слов про камеру. Ну потому что много о ней на самом деле ничего не расскажешь. Сзади 13 мегапикселей сенсор и спереди 8-мегапиксельный сенсор. Еще раз скажу, что спереди есть вспышка. Сзади, естественно, тоже. Двойного модуля для портретного режима нет. Ну и фоточки. Да фоточки, но по большому счету, конечно же, они не аховые, очевидно. Просто нормальная фотография. То есть если вы хотите купить этот смартфон и им что-то фотографировать, бога ради. Да, здесь нет оптической стабилизации. Смартфон надо держать уверенно, чтобы фотографии получились без каких-то смазов. На видео это тоже, конечно же, заметно. Вы сейчас видите набор фотографий, которые я делал в разных условиях. Оцените, посмотрите. Днем фотографии, очевидно, получается лучше. В вечернее и ночное время суток, ну, я бы сказал, что очень сносно. Очень сносно. Итак, подводим итоги. Сначала плюс устройство, металлический корпус, совершенно не стыдный. Нормально выглядит 6 дюймов IPS-экран, разрешение HD. Здесь есть 3,5-миллиметровый джек, здесь есть поддержка двух сим-карт, а также карточка microSD. Здесь есть хороший громкий звук. Сзади камера на 13 мегапикселей, спереди на 8 еще есть вспышка. Постоянно прилетают обновления систем, куча вообще всякого функционала, порой на самом деле не сильно нужного. Сканер отпечатка пальцев работает, разблокировка по лицу тоже работает. Также здесь батарея на 5000 мАч, ну и цена, да, 8000 рублей. Если говорить про минусы. Нет NFC, нету стабилизации в камере. Система работает нормально, но не летает. 16 гигов памяти это мало и 2 гига оперативной памяти это сносно, но в принципе немного. В принципе вот так, я попользовался им неделю, чувствовал себя по большому счету нормально. Если не надо было что-то сфотографировать, у меня всегда с собой был какой-то телефон, на который можно сделать нормальную фотографию. Ну вот собственно и все, друзья. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Максимально честно я рассказал про плюсы и минусы этого устройства. Кстати, было бы интересно узнать, какие устройства до 10 тысяч рублей вы лично использовали, что вам понравилось и что нет. Я предлагаю сделать небольшой такой каталог устройств до 10 тысяч рублей, которые хорошие. Ну и соответственно, которые может быть не очень хорошие. Напишите, пожалуйста, в комментариях, это важно. Если нужно делать больше видео про бюджетные устройства, напишите, пожалуйста, об этом, потому что у меня лежат Honor 8-ки. Я вот все не могу никогда до них дойти. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся с вами совсем скоро. Меня зовут Фил, это Честный Влог. Пока!